МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на страницах нашего тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в программе. На Кузнецкую землю из Москвы прибыла частица мощей святого благоверного князя Александра Невского. Поклониться защитнику земной русской шел нескончаемый поток людей. На въезде в город Тайга неподалеку от кладбища появилась часовня. Наша съемочная группа побывала на месте зарождения святыни. На праздник воздвижения Креста Господня в небольшом поселке Чутовский Юргинского района установили поклонный крест. Местные жители надеются, что это событие будет началом преображения жизни поселки. Кузбасс посетила российская актриса Екатерина Васильева. В интервью нашей телепрограмме она рассказала, с какими сложностями на сцене сталкивается православный человек. На этой неделе в жизни верующих кузбассовцев произошло знаменательное событие. 19 октября в Кемеровскую и Новокузнецкую епархию прибыл ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. Святыня принесена из постоянного места своего пребывания – кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Из аэропорта Кемерова святые мощи перевезли в домовый храм Кемеровского епархиального управления, а к началу божественной литургии торжественно внесли в знаменский кафедральный собор. В главном православном храме Кузбасса ковчег с частицей мощей угодника Божьего встречали епископ Кемеровский и Новокузнецкий арестар, духовенство епархии, а также несколько сотен верующих. На молебне владыка и верующие обратились к святому князю с самыми насущными просьбами. Молись о всех православных христианах, о шахтерах Кузбасса, да сохрани ты Господь Бог Свою благодатью в мире здравии и благодетствии и всяком благополучии. В тоншайшие лета да преснославим и благословим Бога в Троице святей славе Бога. В Знаменском соборе ковчег с частицей мощей святого Александра Невского пробыл ровно сутки. За это время святыне поклонились около 20 тысяч горожан. Среди них военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и учащиеся кадетских учебных заведений. У нас занятия происходят в Газинском корпусе по основам православия, на которых нам рассказывали о великом полководце Александра Невском, то, что он причислен к лику святых, какие его подвиги были совершены, то, что он считается святым для всех воинов. И для нас очень большое событие, что нас вывезли, специально привезли в собор на мощи святого. Это идея для военного человека, потому что он был великий полководец, он был как силен как духом, так и телом по его наградам, по его победам. Он был святой, большим примером считается для всех воинов, особенно для кадетов, для молодых. Нам это очень даже интересно. Мы должны эти истории свои как о духом, так и православным. Народ шел к святым мощам нескончаемым потоком. Кемеровчане не только сами поклонялись святыне, но также освещали на ней свечи, платочки, прикладывали фотографии своих родных и близких. Всех тех, кто просил за них помолиться. Я приехала в Кемерово к своим родителям буквально вчера. И вот очень надеялась, конечно, что мне удастся попасть сюда, в храму к мощам. Вот очень рада, что мне это удалось. Значение очень большое, но я могу сказать о самом Александре Невском. Мое отношение к нему, как говорится, очень, как бы отношусь к большим пиететам, потому что мне кажется, что если бы не было святого князя Александра Невского, то не было бы и Руси. Я считаю, что каждый человек, не обязательно христианин, а образованный человек, любящий свою историю, должен сегодня быть в этом храме и поклониться мощам святого князя Александра. Стоит отметить, что Кузбасс не первый регион России и остального мира, где бывали честные мощи Александра Невского. Принесение святыни организуется программой Александра Невский, фондра Андрея Первозванного и Центра национальной славы, реализуемой с декабря 2006 года. Из главного православного храма Кузбасса ковчег со святыми мощами провожали не менее торжественно. После молебна святыню вынесли из собора и погрузили в специальный автомобиль, который доставит честные мощи в храмы и монастыри Кемеровской епархии. Субтитры создавал DimaTorzok На въезде в город Тайга стоит белое каменное строение. Пока без крыши и без дырей, но с виду понятно, что это будущая часовня. Во-первых, на въезде она придорожная. И во-вторых, здесь рядом кладбище. Она одновременно кладбищенская. То есть придорожно-кладбищенская. Здесь люди могут помолиться как и о здоровье и благополучии в пути, что немаловажно, как и вспомнить своих близких, похороненных на кладбище, расположенных здесь рядом. Часовня в честь Святого Духа возводится с 2003 года. С инициативой ее строительства выступил иерей Алексий Воронюк, который когда-то служил в городе Тайга. Проект, по которому выполнена часовня, уникален для Кузбасса. Архитекторы из Томска сделали его в традициях псковского зодчества. То, что сделано это сооружение, я долго собирался, нацеливался, не решался, но потом решился со своими друзьями и построили этот храм. Рисунки наверху очень интересные, набарабаниванные. С первого раза они не получились, пришлось верхнюю часть ломать. Потом переделали, получилось более-менее хорошо, красиво. В Томске уже заказаны витражи, прям такое, ну, витражи. Стекло. Стекло, цветное там, крестообразное это все будет. Вот такое, чтобы и когда солнце попадало в часовню, там уже были такие цвета, играли. А все иконы, вот две фасадных, вот здесь будет спаситель, над входом будет Богородица, они выполнены мозаично. Часовня непосредственно ближе к кладбищу. Люди ходят, кажется, на могилки. Прийти, можно поставить свечку. Ну, хорошее дело, не надо бешать в церковь, которая отдаленная, непосредственно возле захоронения. Ну, это хорошее. На въезде в городе часовня. Ну, а церковь вам нравится? Нравится, красивая. КОНЕЦ КОНЕЦ Горожане и местные священнослужители уверены, что появление этой часовни принесет благо как им, так и проезжающим мимо автомобилистам. Недалеко от Юргии есть поселок Чутовский. Возник он в начале 20 века в результате Столыпинских переселений. В советское время здесь был большой колхоз. На сегодняшний день здесь осталось всего шесть дворов. Многим его коренным жителям в конце 70-х годов пришлось переехать в близлежащие села Алабучинка-Заозерное Проскоково. Такова была политика увеличивать одни поселки за счет других. Но не спешат люди навсегда покинуть свою Чутовку. Накануне праздника воздвижения Креста Господня на въездной дороге в поселок Чутовский появился поклонный крест. Осветил его отец Антоний Зленко, священник храма Святой Живоначальной Троицы поселка Проскоково. Было очень приятно, такой приятной неожиданностью услышать такую просьбу. Потому что, конечно, не каждый день такие просьбы слышишь. Вот осветите где-то поклонный крест. Но ощущения такие самые приятные, самые радостные. Вот. То есть почему-то такое чувство, вот чувство радости большое. А инициатором установки новой православной святыни стал местный житель. На Руси издревле было, как принято ставить кресты поклонные. Или еще иногда называют обетные кресты. Просто у меня была очень серьезная болезнь. Но остался жив. Дал себе обет. Я его выполнил. Идея установки креста возникла у Александра Захарова несколько лет назад. А вот работы начались только в этом году. Помощники в таком деле нашлись сразу. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей, говорят. Один помог с лесом, другой помог с трудом. Ну, а собирал уже сам, конечно. Друзья, конечно, помогают. Но так старался своими руками все делать. Потому что если уж сам дал обет, то надо его выполнять. Помогали все наши знакомые и незнакомые. Как-то подхватывали эту идею и вот предлагали свою помощь и с деревом, и с трактором. В общем, народ молодцы. Алабучинские, и зерги приезжали. Вот это как бы меня даже удивляло несколько, потому что как бы просишь там картошку помочь, так не приезжают. А на крест приезжали все. Маленькие пихты вокруг креста супруги Захарова сажали вместе. На следующий год благоустройство территории продолжится. И поляну украсят сотни садовых цветов. Ну, на следующий год пойдет травочка, будем косить, будем сажать цветы. Думаю, что здесь будет место, которое все захотят посетить. В России возрождается традиция возле дорог недалеко от въезда в города и села воздвигать поклонные кресты. Они служат верующим местом для молитвы, напоминанием о необходимости покаяния, нравственного очищения и жизни по законам добра и любви к ближним. Мы когда узнали о том, что здесь будет установлен крест, и нам это понравилось, и мы благодарны Саше, что он такое створил чудо. И будут люди приезжать, и мы также знаем, что здесь святое место, чем можно поклониться, прежде чем заехать в эту деревню. Сегодняшнее событие освящение поклонного креста, оно показывает нам то, что в народе жива вера в Бога, вера в добро, в нравственность, в чистоту. И это очень радует и утешает. И я считаю, что когда у нас с вами при въезде в каждый населенный пункт будет стоять поклонный крест, то и жизнь в народе, в нашей стране начнет преображаться. Местные жители надеются, что с появлением новой православной святыни начнется и возрождение исчезающего поселка. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России Екатерина Сергеевна Васильева. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна! Вы часто играете разные роли, иногда языческих и мистических персонажей. Как это отражается на ваших религиозных убеждениях? Нет, я совсем часто не играю. Часто и никаких, как вы сказали, языческих и мистических персонажей я не играю. Это все было когда-то, когда я еще не следила так тщательно за своим репертуаром. Сейчас у меня всего два спектакля в репертуаре, и оба они, ну, как бы, драматургия их отобрана вот по принципу такому, чтобы транслировать в зал людям именно православные мысли и мысли о высоком, о насущном. я бы хотела, чтобы люди уходили после спектакля, в которых я играю, наполненными какими-то серьезными переживаниями, мыслями, не земными, не лежащими в плоскости материальной, а все-таки возвышенными. Все вы, конечно, знаете, и вы, Сашенька, знаете слова, может быть, не совсем точно скажу из Евангелия. Невозможно не прийти в мир соблазном, но горе тому человеку, через кого соблазн приходит. Так вот, каждый раз, когда я выхожу на сцену, меня священный ужас охватывает от того, что это имеет непосредственное отношение эти слова именно ко мне. Так что я очень внимательно, благодаря наставлению своего духовного отца и уже теперь сама стала кое-что соображать, слежу именно за выбором репертуара, смысла, текста. По праву можно сказать, что большую часть жизни вы посвятили театру. Как вы считаете, какое будущее ждет российский театр? Конечно, я согласна с отцом праведным Иоанном Кролстатским, что у театра, да, у Бога есть слуги, священники, а у дьявола слуги актеров. Ну, буквально так. У него совершенно непримиримое отношение к театру. И если вдуматься, то прав, конечно, он обстоит. То есть, если бы до конца идти до конца, то, конечно, театр-то перевертываешь. Конечно, даже по устройству театра, вот, занавес, да, там актеры, здесь, как бы, вот эта часть, алтарь. То есть, это как бы, вот получается, что это храм сатаны. Вот мне страшно говорить эти слова, но это так. Если я вижу какое-то будущее, то это вот какое-то прямое обращение, почти не со своими текстами или наполненными только текстом таким церковного содержания, очень высоко нравственного. Это почти, почти монологи такие актеры, что ли, с залом. Ну, в общем, это скорее больше похоже на проповедь, чем на игру. Екатерина Сергеевна, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать кузбасскому телезрителю? Я хочу пожелать всем, в том числе жителям кузбасса, только одного вера в Бога. Сейчас такое время удивительное, потому что после стольких лет гонений и лжи, и нападок на церковь, Господь так бы прямо вот так сказал, ну, ну, вот я, идите ко мне все, все идите ко мне, все храмы открыты, священники ходят по улицам, говорят, какие дети, да какие ужасы, да всякие кошмары нам показывают, а виноваты-то родители. Вот этот возраст, вот это поколение, вам, вам родителям, вы будете отвечать за детей, потом не плачьте. Если у вас есть, у вас есть, все вам дано, ну, что же вы, вы не медлите, а то ведь все, что угодно, у нас страна непредсказуемая может произойти. Вот, и поезд этот, есть такое выражение, да, поезд ушел, поезд уйдет, и вы прыгаете хотя бы в последний вагон. Я, простите, что, может быть, немножко так строго говорю, но я, у меня сердце болит, сердце болит, душа болит за тех людей, которые не в церкви. Все, кто еще не в церкви, бегите в церкви. Вот чего я вам желаю. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Уважаемые телезрители, напоминаем вам, что у нас в гостях была заслуженная артистка России Екатерина Васильева. До новых встреч. Уважаемые телезрители, нам очень важно знать ваше мнение о нашей телепрограмме. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Ждем вас ровно через неделю на страницах нашего тележурнала. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова